здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема она вам покажется не своевременной я бы так сказала но на самом деле времени очень мало и после нового года мы с вами начинаем сеяться поэтому тема будет про грызунов тех которые живут под землей и съедают весь наш урожай вот появилось еще несколько вариантов борьбы с ними я надеюсь что вам это понравится посмотрите что у меня в руках да я слышу там уже это уже видели мы это уже знаем вы видели все знаете но вот этого еще точно нет значит благодаря людям которые смотрят и телевизор и слушают комсомольскую правду где идут мои программы и конечно же на ютюбе вы просто молодцы вы все делитесь своими какими-то надумками придумками которые действительно помогают избавиться от таких вредителей крупногабаритных это конечно крысы подземные смотрите у меня в руках бутылка обычная бутылка она может быть любой емкости разницы нет пробка нам крайне необходима вот это вот штучка ну может быть она и не понадобится если она не понадобится мы ее потом обрежем когда уже будем все это применять в действии значит что нужно сделать бутылкой ну во первых нам нужно вырезать вот это донце хотелось бы конечно выплавить вот такую дырку но в домашних условиях это вряд ли получится а вот если вы будете делать это на даче тогда нагрейте толстый гвоздь гвоздище я бы прямо сказала и пожалуйста выплавите ровную дырку такого размера чтобы в нее входило проволока ну диаметром как вот это вот часть ножниц вот такая нужна проволока то есть она должна стоять прямо она может быть прикручена к палке и чем выше будет стоять бутылка на этой проволоки тем лучше она будет крутиться мы сейчас делаем из нее пропеллер зачем это нужно до готовые же есть я вас умоляю дело в том что все готовые они даже не шуршат они очень ровно и спокойно крутятся и только самодельные вот которые есть у меня я сделала со сдвинутым центром то есть она крутится все время как-то подщелкивая что ли этот звук будет пугать тех кто живет под землей и желательно бы не деревянную палку вбить а желательно бы все-таки трубу ненужную да диаметр там какой угодно может быть можно воткнуть и проволоку но ее придется как-то закрепить чтобы ее да ветер не раскачал и не все не снес и не унес куда не надо бутылка нужно длинная не короткая мы будем делать пропеллер сейчас я дорежу ей вот это вот отверстие которое у нее внизу это обязательно сейчас покажу зачем оно нужно смотрите так бог с ним пробку мы не снимаем она у нас закручена можно конечно открутив пробку попробовать сделать и его здесь середине ну легкое такое углубление но вы сообразите потом нужно ли она вообще значит закрываем пробку а теперь это отверстие понадобится чтобы насадить это на проволоку и проволока должна упереться вот сюда в пробку вот такой здесь принцип посмотрите разрезов три или четыре можете сколько угодно делать разрезов я вот сделала 3 видите вот разрез вот разрез а здесь уже готовая лопасть можно сделать их побольше можно если их количество будет как бы не три а там 4 5 тогда в принципе хватит и такой площади этой лопасти пропеллера значит режем в ту сторону не перепутайте они должны быть конечно желательно бы ну одинаковые по длине и по ширине и как там прорезано как то вот так вот а теперь смотрите прорезав я беру вот этот лепесток который получился и отгибая его в том месте где закончились разрезы отгибаю и просто складываю руками бутылка к счастью не очень твердая если она будет твердой можете утюжком прогладить посмотрите две лопасти пропеллера уже есть и я разрезаю третий здесь особая аккуратность она в общем-то найти ни к чему потому что крысам все равно а наша задача входит только то в нашу задачу чтобы напугать их звуком учитывая что ветер когда ветер на даче иногда даже и посеять не удается и кепочку сносит и мы должны понимать что крутится она будет очень сильно очень шумно при этом ветер будет свистеть и вот это вот все звуки будут передаваться на эту проволоку и на металлическую трубу которая будет вбита в землю не менее чем на 40-50 сантиметров именно эти вредители гадкие живут на такой глубине понимаете они же ходы роют они ночевать могут вообще в старых норах кротов которые могут уходить и до 3 метров глубиной но вот тырить нашу картошку они придут именно на этой глубине они подойдут снизу и все крупненькие съедят средненькие унесут в норку а вот эти три-четыре штучки оставят нам с вами вот чтобы этого не происходило абсолютно незатратный метод как их пугать я думаю что у нас все получится можно прорезать лопасти подальше чтобы они были ну для того чтобы ветер ловить но это принцип и я надеюсь что вы понимаете да отверстие здесь плавим проволока упирается суда и разрезаем лопасти разрезаем несколько вертикальных разрезов делаем и потом растерегаем их вот так поперек отворачивая все лопасти готовы и еще один метод уже в один сюжет чтобы вам потом не искать странная да у меня вещи стоят на столе это будильник стеклянная банка причем с крышкой как же этим можно напугать крыс а вот одна замечательная женщина да это на канале голова садовая на ютюбе она написала что мне надоело лишаться урожая я придумала да вот знаете вот у человека мозги технически развита несмотря на то что женщина да и блондинки бывают тоже умными не надо делать там такие мордашки значит смотрите что она придумала она купила несколько будет ну если они боятся звуков неожиданных неприятных для них эти звуки не существуют природе звук будильника да он человек это приводит в бешенство когда ты не выспался и вставать тебе не хочется так вот если купить например несколько будильников ну на на рынках они продаются за пять копеек вот этот будильник он конечно как бы не пять копеек ну десять скажем так но если купить маленькие будильники на батарейках не механического завода значит нужно вставить сюда батарейки настроить будильник вот здесь на шесть часов утра и ровно в шесть часов вечера он снова зазвенит правильно но его надо будет вот этот не залезет вы выкапываете прокапываете нору там где она уже есть крысиная как можно глубже на 40 сантиметров вглубь вы будильник вставляете в банку закрываете крышечкой и банку туда закапываете ровненько пряменько представьте себе звук который раздастся будильника в стеклянной банке да крыса с ума сойдет и ровно в 6 часов вечера это снова сработает а между этими звуками 6 утра и 6 вечера сработают другие будильники пусть через час сработает второй будильник допустим в 7 до утра и всем вечера там 8 в 9 10 в 11 и это все повторится через 12 часов мне эта идея очень понравилась и я обязательно куплю маленькие дешевые китайские будильники и наставлю их везде где только можно а уж под картошкой это сделаю обязательно я нашла банку которая наверное подойдет для будильника смотрите даже для такого подходит закрываем крышкой и здесь есть одна фишечка осенью вы должны выкопать банку вытащить батарейки и естественно отнести в домик потому что в земле конечно сами понимаете влаги много температуры низкая там все это может окислиться будильники на следующий год пригодятся ну вот на этом все всего доброго вам до свидания а